Добрый вечер всем! У нас сегодня 2 марта 2024 года, 10 часов 10 минут на наших часах. Вот, ну сегодня, думаю, ладно, сегодня нужно вам рассказать немножечко о нас. Вот, вчера я делала видео и чуточку, совсем маленькое, из теплицы, и объединила его с продуктами, которые вчера мы, ну, в общем-то, принесли, и которые там взяли в магазине, в этом, теплице в этом магазине. Вот, короче говоря, вам все показала. Ну, уже к вечеру, как бы, подустала совсем. Ну, как бы, знаете, не то, чтобы я сказала бы, что там какая-то работа тяжелая, что там устаешь. Нет, но там все равно нужна вот эта сосредоточенность, вот эта вот пересадка вот этих маленьких, вот совсем такие малюсенькие автоматики, надо вот их пересаживать. И, значит, у меня даже, знаете, пальцы вот эти вот заболели, потому что я была в перчатках. И все равно в перчатках этих, видимо, руки мерзнут. И, в общем, короче говоря, там влажные какие-то они становятся, хотя у меня руки, в общем-то, не потеют. Но все равно, видимо, вот эти пальчики, они у меня, короче говоря, растрескались. Вот, кремом помазала, даже больно. Думаю, господи, надо же. Ну, с землей, потому что и земля, и там прохладно, и вот эта вот сырость, влажность. И, короче говоря, от этой влажности, видимо, вот руки как бы не то, чтобы они влажные, ну, немножко влажные, видимо, вот в этих перчатках. Хотя я периодически тоже их снимала, эти перчатки. Латексные такие, знаете, вот эти, я взяла там у них, чтобы удобнее было работать, вот эти вот, как говорится. Вилки куда-то девались, все там у нас такие вилочки, которыми можно было, ну, выколупливать вот эти вот росточки. Я говорю о вилке, где, говорит, куда-то растащили, все, в общем, потерялись. Ну, пришлось вот пальцами колупать, как говорится, вот в этих вот рассадах. Ну, сделали мы достаточно много все это, в общем-то, так скажем, продуктивно, все так вот, ну, я так вот ромбовала все, как, в общем-то, сделала. Ну, короче говоря, было интересно. Ну, интересно то, что время быстро прошло. Вот, я как-то люблю вот этими рассадами заниматься, мне, в принципе, это нравится. Но и все равно уже вернулись домой, как-то все у нас это быстро закончилось. Смотрю на часы, чтобы сказать, ну, где-то к часу мы уже пришли домой с Жанлюком. Ну, он-то, конечно, устал больше меня, наверное, ну, больше не больше. Он, во-первых, физически работает всегда. А вот, ну, они хорошо так поработали, говорит, но, правда, все потом болело у него. Ну, все равно физическая работа, и уже когда, в общем-то, не молод, все равно это, ну, видимо, как-то устает. Вот, короче говоря, вот такими делами вчера мы и занимались. Что хочу еще сказать несколько слов о работе. Ну, я, наверное, вчера уже говорила в видео, что мой друг, ну, друг-приятель, так скажем, мой по работе, значит, тоже пришел в пятницу. Я так была рада, говорю, ой, как здорово, мы с тобой будем работать, потому что, как я уже тоже говорила в прошлом видео, что его женщины побаиваются там, француженки, потому как он человек очень такой умный, интеллектуальный, умный, все знает. Он многие, ну, консультирует иногда по каким-то вопросам, так скажем, административным, он все знает. Вот, кстати, его в гости хочу все пригласить, вот, к нам, ну, на чашечку чая там или кофе. Кофе, наверное, они пьют, не знаю, вот, ну, как говорится, ну, его, конечно, если приглашать придется, нужно будет приглашать со своим, ну, так скажем, мужем. Вот, так, наверное, правильно сказать, ну, наверное, кому-то покажется это странным, но он у нас вот такой вот человек. Кстати, очень хороший человек, нормальный, муж у него, ну, муж у него не разговорчивый, а он-то сам такой более разговорчивый. Ну, все равно, если приглашать, придется приглашать обоих, того и другого, вот, чтобы поговорить обо всех делах, обо всех, вот, административных, как говорится, вопросах. У меня очень много к нему всегда что-нибудь, ну, вечно времени не хватает оговаривать во время работы. Хотя он, у него язык, язык, знаете, как говорится, рот не закрывается, говорят, он все время что-то рассказывает, делает, и сам все-все консультирует нас, вот, и все. И женщины тоже его вот побаиваются, потому что он знает все. Может сказать, может этот, ну, так, конкретно, то есть поставить на место, и они тут как бы хорошо. Вот, в общем, вот такие вот дела. Это вот я про нашу работу, про нашу теплицу. Вы знаете, честно говоря, вот сегодня тоже думаю, господи, какой сегодня у нас, какой день недели. Почему? Потому что я же целый, целый год почти, да, мы работали по понедельникам, и у меня все еще, знаете, мы сменили день. В пятницу теперь в теплице ходим. И мне все кажется, что это понедельник. Вот, каждый раз я говорю, как так может быть, а потом думаю, господи, мы же сменили, теперь у нас в пятницу мы работаем, а сегодня у меня суббота, вот. Ну, что хочу сказать, сегодня тоже день субботний прошел так как-то, вот, ну, в общем-то, какие-то свои дела тут домашние были. Потом мы все-таки на прогулку тут выбрали небольшой такой промежуток между дождями, вышли на прогулку. Сейчас вот у нас, смотрю, один градус холода на улице, представляете, как холодно. Что-то как-то температура опустилась, в общем, бывает вот и такое. Все везде затопило, мы проезжали сегодня, господи, везде столько много воды, на полях стоит прямо, в общем, короче говоря, такое не очень приятное зрелище. Но собаку у меня гулять надо ему, прямо, знаете, я уже рассказывала, собаки тоже умеют обижаться, у меня прямо обижаются, что вот его не водим, но пришлось ему побегать. Бегал прямо, знаете, радостный такой на просторах. Вот такие вот дела. Сейчас тоже спать у меня убежал. Это я собаке, а нашей. Вот, в общем, вот все, что тут у нас такое, знаете, как говорится, и происходит. Вот, но что еще? Как это, знаете, время года вот такое, вот период какой-то, слишком такой грустный-прегрустный. Но в каком плане? Не то, чтобы я тут грущую сижу или что-то, как говорится, ну, совсем как бы мне заняться, как будто бы нечем. Нет, я занимаюсь тут своими делами. Я вот сейчас, вчера вам показывала, делала вот эти брауни. Это большое спасибо одной моей, так скажем, подписчице и приятельнице, которая сейчас стала тоже моей приятельницей. Она мне подбрасывает очень интересные рецепты. И вот, благодаря, так скажем, ей я вот тоже начала заниматься такими, как выпечками всякими, ну, такими, знаете, небольшими. Вот эти брауни сделала. Женюк у меня кушает эти брауни, и сама я их не ем. Они вкусные, я попробовала чуть-чуть кусочек, очень вкусные. Но, знаете, как раз уж сидишь на каком-то, ну, определенном режиме, то надо рот, как говорится, на замок. А я все-таки, знаете, держусь пока. Я вечерами не ем больше, то есть у меня последние где-то, ну, до трех часов еще что-то могу себе, как говорится, в рот положить. А после трех уже все. Вот. Как-то легко, знаете, на этом интервальном голодании у меня получается легко. Получается, один раз в день я питаюсь. Вот. Остальное время, ну, так, немножко яблочки, там, еще что-то, ну, фрукты какие-нибудь. Ну, и все, пожалуй. Вот. И чай пью вечером. Да, кстати, я чай пила. Нашла у себя тут дома, оказывается, у меня нашелся чай какой-то китайский, написано для похудания. Ну, в общем, не знаю. Короче говоря, просто так его пью. Вот. Но не сказала бы, что у меня прям какие-то, знаете, такие успехи тут по похуданию прямо. Во всяком случае вес, естественно, не прибавляется. Ну, если и скидывается, то очень незначительно, знаете, совсем какими-то, может быть, ну, по 200-300 грамм. Ну, немного. Вот. Ну, стала ли я себя, допустим, чувствую ли я себя лучше? Да, вы знаете, я когда худею, ну, как бы в свой вес прихожу, в свое, как говорится. У меня всегда к зиме, кстати, почему-то повышается, набирается вес. Вот. И я себя чувствую гораздо легче. Вот. Ну, вот так как-то. То есть потихонечку это дело идет, и легко на этой диете сижу, на этом интервальном голодании. Нетрудная она для меня. Но, в общем, очень таких больших пока результатов похвастаться, как говорится, нечем. Вот. Это я вот об этом вам хотела и рассказать сегодня. Что ж еще хотела? Ну, несколько слов сказать. А, хотела, знаете, что-то вот сегодня сидела, думала, я занималась алмазной своей вышивкой опять. Все, сижу, занимаюсь ей. Вот. И что-то стала думать. Думаю, боже мой, вот интересно, что-то как-то. Суббота, тут воскресенье. Ну, у нас, правда, был сегодня такой обед был, субботник, как у меня Жан-Люк сказал. Вот. Потому что у него в семье, допустим, он мне тоже все время рассказывал, что в семье у его мамы. Ну, так как у них детей, я уже тоже много раз рассказывала, было много, шесть детей. Ну, папа не всегда у них был дома, потому что он рыбак. И, ну, в общем, у него свое судно. Он уплывал на какие-то время. В основном, говорит, он был чаще в море, чем на земле. А вот. То есть, вот этим занимался рыбной, так скажем, ну, рыбной ловлью. Ловил рыбу, правильнее сказать. Вот. А то ей что-то запуталось. А вот у него было свое это судно и своя, как говорится, команда, да, кто с ним, ну, сотрудников, кто с ним работал. Ну, короче говоря, вот. Так вот, его, говорит, мама, она, мама Жан-Люка, она, говорит, ну, устраивала для детей субботу и воскресенье, ну, были особый обед для субботней или воскресной. И вот сегодня тоже, когда мы с Жан-Люком сели, он говорит, сегодня у нас тоже субботний обед. Ну, хотя, знаете, особо как бы не отличается у меня субботний от несубботнего. Но все равно я тут уточку для Жан-Люка пожарила, вот, приготовила. Потом ему захотелось картофель пожаренный. Ну, в общем, короче, вот такое, так скажем, ну, блюдо ему сделала. Сама я, конечно, совсем чуть-чуть там, утку я не ем, ну, все равно немножечко так свое что-то попробовала, по чуть-чуть. Ну, свое мяско там у меня было для меня, потому что я утки не люблю. Вот. И как бы вот задумалась тоже сегодня, думаю, что-то у нас как-то в последнее время не отличается. Субботы и воскресенье не отличаются от будних дней. Думаю, боже мой, а чем же мы занимались раньше? Ну, вот вообще раньше, думаю, в детстве, у меня лично, в моем детстве, что мы делали? И, ну, стала так вспоминать как-то, знаете, ну, пока вот чем-то занимаюсь и ухожу, как говорится, в свою память, в свои воспоминания. И вот стала думать, думаю, надо же, когда мы были детьми, я и моя сестра, у нас двое, я уже много раз об этом говорила, то у меня вот так было, что мама в субботу или воскресенье, да, наверное, в субботу, да, скорее всего, это была суббота, она посылала мою сестру, значит, ну, младше, сбегать. У нас был такой, знаете, мы жили почти в центре города Екатеринбурга, и у нас, ну, недалеко от нас находится, может, кто-то знает, кто в Екатеринбурге живет, парк назывался, господи, как же он назывался, Маяковского, вот, центральный парк Маяковского, думаю, как же он назывался, надо же, уже забыла, это такой был большой парк аттракционов, там кинотеатр находился на территории этого парка, в общем, такой, знаете, ну, достаточно большой лесопарк какой-то там, территория лесопарка, то есть большой. И вот моя сестра бежала туда, значит, посмотреть, какие фильмы будут идти. Вообще-то, по-моему, даже мама у меня по афишам смотрела в, по газетам у нас, газета какая-то приходила, там афиши, значит, в то время были в каждом, значит, кинотеатре, что идет. Ну, и, как правило, вот в субботу были неплохие фильмы, привозили, видимо, туда, ну, для того, чтобы люди шли в этот парк, смотрели вечером фильм, ну, вечерний сеанс на какой-то, не на ночной, не на последний, ну, часов на восемь, допустим, на шесть, на восемь. Вот моя сестра туда бежала, покупала нам на всех билеты, значит, на меня, она не всегда с нами ходила, иногда куда-то, ну, убегала гулять со своими подружками, обычно мне покупала, папе и маме. И вот, насколько я помню, ну, чаще мы ходили троем, но иногда и сестра ходила тоже с нами, вот, в этот кинотеатр смотреть фильмы, то есть у нас такая традиция была, то есть, по-моему, на шестичасовой сеанс мы шли в кинотеатр, посмотрим какой-нибудь хороший фильм, помню, это были французские фильмы, потом были франко-итальянские какие-то, знаете, очень такие интересные фильмы, но, как правило, это такие красивые были киноленты, ну, иногда какие-то советские того времени, потому что советский период еще был тоже неплохие, знаете, в общем, короче говоря, ну, иногда вот мы об этом вспоминаем с мамой даже, вот, как мы вот ходили все вместе, значит, папа, мама, я и сестра, да, и после этого мы шли после вот того, как сеанс уже закончится, мы все это посмотрим, и нас родители велим, потому что папа говорил маме, что ты вот и так много, ну, готовишь, прочее, и мы все вместе шли, у нас была такая очень хорошая домашняя пельменная, в то время это так было, прямо, знаете, там, приходишь туда, садишься за стол, там, значит, помню, стояли такие красивые кувшины, в которых были налиты морс какой-то там ягодный, вот, и официантки были в таких, знаете, ну, помню, переднички тут у них такие какие-то, знаете, штучки, в общем, так красиво, все было чистенько, достаточно очень чисто, никто там никаких не пьяных, ничего не было, все было очень культурно, все были, и столы были очень прибранные, все было вообще идеально, и вот они прямо там готовили пельмени, я помню, там они стряпали, лепили, они там все это варили, в больших таких кастюлях, и каждый заказывает, значит, такие пельмени хотел бы, ну, в общем, поесть, вот, как правило, кто-то с бульоном заказывал пельмени, я видела, что там люди с бульоном ели, кто-то, значит, ну, допустим, рыбные можно было, кстати, заказать пельмени, вот, и, в общем, мы заказывали, делали заказ, кому сколько там порций, допустим, порция, я помню, кому-то две порции, ну, папе две, нам по порции, маме тоже порция, короче говоря, вот так вот, вот так мы там, значит, и делали заказы, помню еще сколько кусочков хлеба там каждому, ну, прочее, ну, короче говоря, так вот было все интересно, знаете, вот, и так вот у меня в памяти вот это вот прямо пельменное, вот этот вот запах, вот этот вот, как там варят пельмешки, вот официанты все это разносят, так было красиво и здорово, вот мы ходили часто вот, ну раз в неделю вот в эту пельменную, или еще у нас было, ну туда пореже мы ходили, была диетическая столовая, вот, ну там уже, по-моему, этой диетической столовой мы сами с подносами там набирали, что там было очень хорошее, классное, в то время была эта столовая, нам очень она нравилась, вот мы туда, хотя так и называлась диетическая столовая, сейчас ее, по-моему, уже давным-давно, как говорится, нет, там и кулинария была такая тоже интересная, и в этой кулинарии в то время можно было что-то тоже очень вкусное такое домашнее купить, вот знаете, сейчас не знаю, наверное, тоже такое есть, но это вот в детстве так вспоминаешь, так интересно, нам это казалось, это что-то такое, как ресторан, что-то, знаете, вот такое вот, мы совсем еще тогда маленькие были, господи, ну какие маленькие, наверное, ну мне лет, может быть, было, ну, может быть, мне где-то лет 14 было, вот, сестре, она два года младше, значит, ей было лет 12, вот, ну, примерно, потому что совсем-то маленькие нас, конечно, что-то я не помню, что бы водили, хотя, может, и водили тоже, не знаю, уже сейчас, мне так кажется, что, ну, лет 14 было, когда мы вот по кинотеатрам уже ходили на взрослые фильмы, то есть фильмы уже были взрослые, нас пускали, вот, это каждую субботу, и в воскресенье у нас такой поход и был, и вот как-то сегодня, знаете, обо всем этом так стала думать, задумалась, думаю, все-таки хорошее было детство, в каком плане, что мы тогда, знаете, никаких интернетов не знали, никаких телевизоров, чтобы там сидеть перед телевизорами с утра до вечера, тоже этого не было, потому что программы были какие-то ограниченные, какое-то время, значит, посмотришь, потом все, вы там вроде смотреть уже было нечего, мы в основном чем занимались, книгами читали, ну, я лично, вот, много читали, потом, помню, музыкой занимались, потому что многие дети тогда чем-то занимались, сестра у меня танцы, на танцы ходила, помню, на фигурное катание ее отдавали, то есть, ну, знаете, вот, чем-то были заняты, потом у нас какие-то друзья-приятели были, ну, в том плане, что мы с девчонками собирались, помню, просто вот ходили куда-то, ну, пройдешься, погуляешь, посмотришь, не было такого, что вот сидеть бы где-то, вот, знаете, зачем-то бы, вот, и даже поговорить, как говорится, вот, и, ну, нету времени, вот, вообще много, да, мы много времени тратим сейчас на вот интернет, на что-то такое-то, это тоже правда, я, мне, знаете, стало последнее время, я, конечно, очень много с людьми общаюсь и по, значит, в основном это голосовые сообщения, потому что, ну, знаете, не хватает времени, я всегда делаю два-три дела, бывает так у меня получается, что я с двумя-тремя человеками голосовыми сообщениями, ну, перебрасываюсь, потому что возможности нету, чтобы вот сидеть и разговаривать, конечно, как бы это сказать, да, телефону это хорошо, это все здорово и классно, но, знаете, мне не хватает, вот, иногда, прямо не хватает общения визуального, чтобы вот человек сидел передо мной, сидели бы мы с ним, допустим, ну, предположим, пили бы кофе там, ну, что-то бы, может быть, какие-то сладости кушали или даже, может быть, обедали бы вместе, и вот, чтобы глаза в глаза такое, знаете, вот, общения, мне вот этого именно не хватает, все это хорошо, по телефону там и прочее, ну, вот, такого, знаете, более тесного, так скажем, вот, у меня и подруга тоже вот есть, здесь недалеко от меня живет сабль до луни, вот, ну, так как в связи с тем, что пока еще у ней здоровье не совсем, как говорится, она поправилась, мы с ней, ну, в общем-то, часто встречаемся, ну, опять-таки, знаете, часто тоже встречаться, ну, мы живем, ну, примерно в час друг от друга, в час, час пятнадцать, ну, плюс-минус час, вот, друг от друга, поэтому, вот, как бы тоже ездить туда-сюда, это не очень, как говорится, ну, сейчас это будет, считается, ну, дороговато, бензин дорогой, это часто тоже не получается, ну, вот так вот, хотела сегодня, знаете, так вот рассказать о том, что, ну, что, вот, чем вообще люди занимаются сейчас по субботам и воскресенье, вот, в такое время года, когда, вот, дождь за окном и, как говорится, никуда идти-то и не очень хочется, вот, всякие воспоминания-то, как говорится, бередят по нашей души и наши, как говорится, сердца приятные воспоминания. Ну, ладно, на этом заканчиваю мое видео в субботне. Всех вас люблю, целую и обнимаю, может быть, знаете, завтра что-нибудь и поконкретнее вам расскажу о чем-нибудь, вот, ну, что, всем вам, наверное, доброго вечера, всем вам приятной ночи, потому что, что, время уже позднее, вот, сейчас тоже пойду какой-нибудь фильм посмотрю, потому что вчера смотрели один фильм, но он оказался такой, знаете, кровожадный очень, я вам его не рекомендую, потому что, знаете, сама не очень, не очень мне понравился, просмотрели Жанлюком, и даже Жанлюку и тому, ладно, говорит, так скажем, просмотрели и ладно, вот, ну, и всем вам, тем, кому, кто будет смотреть меня утречком за чашечкой чая или кофе, доброе-доброе утро, пока-пока, до завтра. Продолжение следует...